Всем привет! Сколько по вашему может стоить хорошая игровая клавиатура? Ну если судить в среднем, то сходу в голову приходит примерный ценник в 2-3 тысячи рублей. А сколько игровая мышка? Ну еще одну-две тысячи. Итого около 4-5 тысяч рублей за полный набор для геймера. Это не самая крутая периферия, но и не самая простая. Компания Кьюгар или просто Кьюгар выпустила набор для геймеров с мышкой клавиатуры Кьюгар, Десфайр и Экс по цене всего в 47 долларов. В России как обычно цены немного дороже, но в целом такой набор можно найти от 3 до 3 тысяч 200 рублей. И забегая вперед могу сказать, что учитывая характеристики, дизайн и качество материалов, я считаю это очень неплохим предусмотреться. Ну а давайте обо всем по порядку. И мы начнем с клавиатуры. Она построена на гибридных переключателях, рассчитанных на 20 миллионов нажатий. По тактильным ощущениям от печати на такой клавиатуре могу сказать, что такие переключатели это реально нечто среднее между механикой и мембранной клавиатурой. С одной стороны клавиши нажимаются так же четко и ровно, без всяких горизонтальных отклонений, как и на механике, но с другой стороны по мягкости и линейности нажатий до нее все-таки не дотягивают. А вообще переключатели по тактильным ощущениям очень похожи на Romero G. Клавиатура распознает до 19 одновременных нажатий, кабель у нее в оплетке и весит она 800 грамм. Вкупе с прорезиненными ножками этого достаточно, чтобы она уверенно стояла на столе и не скользила по нему. Что касается мышки, она оснащена оптическим сенсором Avago 5050 с разрешением до 2000 dpi. У нее есть две боковые кнопки, без которых лично я не представляю себе даже обычную рабочую мышь, не то что игровую. А под основными кнопками стоят переключатели Amron и весит она всего 100 грамм. Клавиатура выполнена в строгом классическом дизайне, но при этом она не похожа на обычную офисную печаталку. Верхняя часть корпуса накрыта пластиной, которая очень похожа издалека на шлифованный алюминий, но на самом деле это конечно просто стилизованный пластик. Плюс к этому весь набор имеет подсветку и вы можете выбрать любой из 8 цветов, плюс настроить каждый режим. Можно выбрать одноцветный статичный, либо пульсирующий, либо режим радуга, который больше подходит для демонстрации, как по мне, ну и так далее. Этот набор не имеет фирменного ПО, поэтому управление эффектами тут производится через нажатие комбинации кнопки FN и одной из цифр, а комбинация со стрелками влево-вправо меняет направление эффекта. У обоих девайсов подсвечивается весь контур и выглядит это правда красиво. Основное управление мышкой сделано не совсем стандартно. Кнопка под колесиком тут переключает цвета, а вот чувствительность меняется переключателем на нижней стороне мышки. И я бы конечно сделал все-таки наоборот. Для привыкания к новой клавиатуре и мышке мне потребовалось всего 30-40 минут и все, можно дальше идти нагибать в Battlefield. Да, клавиатура тут не механика, да, сенсор у мышки не топовый, да, по ощущениям во время игры такой набор в целом попроще, чем мой стандартный домашний. Но играю я на нем так же, как и обычно. Кнопки на клавиатуре нажимаются туговато для меня, но зато гораздо ровнее и приятнее, чем на обычной мембранке. Плюс к этому тут длинный левый шифт и полноценный двухэтажный энтер. Провод у мышки хотелось бы, чтобы был как и у клавиатуры в оплетке, и маленькие симметричные мышки это не совсем мое, но в целом в руку она мне легла хорошо, кнопки боковые есть и нажимаются они нормально, до них не нужно тянуться. Вставки под большими указательными пальцами тут из текстурированного матового пластика, а весь корпус из простого черного полуматового. В целом во время игры мышка не выскальзывает из рук, и это самое главное. А VAGA 5050 это явно не топовый сенсор, по характеристикам максимальное разрешение такого сенсора это 1375 CPI, поэтому 2000 DPI, которые указаны на бумаге, достигаются интерполяцией. Но сам я лично играю на 1000 DPI, поэтому мне его хватает с головой. За все время тестов в игре BF1 на 1000 DPI я никаких срывов лично не заметил. Что касается подсветки на клавиатуре, на некоторых цветах плоховато видно английские буквы, странно, обычно наоборот. Но мне нравится голубая подсветка, а с ней все символы четко видны. С зеленой или фиолетовой подсветкой например тоже, а вот синий будет видно уже чуть похуже. В целом мне набор понравился, и каких-то серьезных минусов я лично не заметил, особенно учитывая цену, а те что есть, они в основном относятся к мышке. Но в целом по цене просто хорошей клавиатуры, вы по сути получаете в придаче еще и мышку. Пусть и простую, но все равно приятно. Я думаю, что для нетребовательных геймеров, для которых игры это просто развлечение и не более того, такой набор может быть отличным решением, где сочетается хорошее качество продукта с невысокой ценой. Что ж, а у меня на этом все. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых обзорах. Всем пока.